Привет, друзья! Вы снова на канале Поварешкин Михайлович. Масленица это праздник души и радости, предвестник всего нового, ведь наступает весна, деревья начинают распускаться, в мире животных зарождается новая жизнь. Вот и я от всей души хочу вам пожелать семейного благополучия, веселого настроения и прекрасных идей на вашем столе, о котором мы сегодня с вами и поговорим. И первым рецептом, который я хочу с вами поделиться, будут картофельные блинчики. Они отлично разнообразят вашу масленичную неделю, ссылочка будет где-то здесь. Второе, для всех любителей сыра, кто без него просто не может жить, у меня тоже есть рецепт, это сырные блинчики. Ссылочка также где-то здесь. На мысли с вами приготовим классические блины. Давайте бегло пробежимся по ингредиентам. Молоко, сахар, соль, сода, яйца, растительное масло и, конечно же, мука. Если у вас по каким-то причинам никогда не выходили блины, поверьте мне, с этим рецептом у вас сто процентов все получится. Начнем с того, что мы разобьем наши яйца, смешаем их с сахаром и солью и, естественно, взобьем все это дело венчиком. Дальше мы с вами добавим молоко, ровно половину, которое должно быть комнатной температуры и соду и еще раз все перемешаем. Вводим заранее просеянную муку. Пришла пора долить оставшееся молоко, еще раз взбить, после чего добавим растительное масло. Ну что ж, удаляем венчик, он нам больше не нужен и посмотрим на тот результат, который у нас с вами получился. Вот такое тесто у вас должно получиться. После чего дайте ему немножко постоять, минут 10. За это время как раз вы подготовите себе рабочую зону. Налейте куда-нибудь в баночку растительное масло, положите рядом кисточку. Нет кисточки, возьмите картофель или лук пополам. Разрежьте и наткните на вилку. Этим вы будете смазывать свою сковороду. Конечно же, рядом положите сливочное масло, ведь каждый блинчик нужно непременно смазать. Так он будет ароматнее и вкуснее. Ну что ж, начинаем выпекать. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья мои, не забывайте, перед каждым новым блином немного подмешивайте тесто, потому что мука имеет свойство немножечко оседать. Не забывайте про смазывание блинов. Ну вот мы с вами допекли наши замечательные блинчики. Посмотрите, какие они получились эластичные, мягенькие. Посмотрите. Ой, замечательно. Что же на вкус? Я этот маленький дамирочек отложу. Возьму вот этот вот красивенький. Ох, лепота! Мы его сейчас сложим с вами. Давайте попробуем непременно со сметаной. Превосходные блины. Еще, с вашего позволения. Вкуснятина. Беру с кадра. Просто чумовые блины. Они, конечно же, не те, как готовила моя мама. Царствие Небесное, уйдя в тот мир, она не успела передать секрет своих блинов, но успела передать секрет своих вкусных дрожжевых оладышек с яблоком, которые очень так вот паразиты некоторые, я бы сказал, взяли и забанили. Ввиду каких-то там нелепых санкций. Ну, в общем, ладно. Мы обязательно переснимем их. И вы, те, кто не видел этот рецепт, обязательно с ним познакомитесь. Что же касается этих блинов, то эти блинчики спасут вашу семью от разочарования в эти прекрасные масленичные дни. Потому что они украсят абсолютно любой стол. Ну, с вами был я, шеф домашней кухни Михаил. Не забываем подписываться. Те, кто не нажимал колокольчик, непременно нажмите, чтобы не пропустить очередные видео. Все. До скорых встреч. Пока.